Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Хотелось сегодня открыть стеной стороны одну из самых известных притч Иисуса Христа о сейтеле. Если кто никогда не сеял, он даже и не поймет, о чем речь идет. Почему на четыре категории разбивается. А тот, кто занимается сельским хозяйством, он видит, что многое погибает. Попадает не туда с теми. Что говорит об этом нам Священное Писание? Евангелие от Марка, 4 глава, 14 стих. Вышел сеятель, сеять. Мы все сеятели. Живешь ты в городе, парализованный лежишь, старый. Ослабел силами, умом. И ты, сеятель, сеять по силе возможностей, которую дал Господь. А если не сеял? Слово Божие предупреждает. Великая ответственность за это. Мы все до единого, и ребенок является сеятелем. Вот к этому надо приучить его, чтобы он знал. Притча Соломона, 6 глава, 14 стих. И 16, 28 стих говорит. Человек коварный сеет раздор. А я не коварный? Ты вопрос сразу ставь. И сеет раздор. И что? И научник разлучает друзей. Я уже однажды приводил одного мудреца, Сократ. На него ссылаются и святые отцы. Он никому не угождал. Он заботился, чтобы люди познали истину и познали Бога. А это до Христа было. Приходит знакомый, прям трясет. А такое я узнал про твоего лучшего товарища. Про моего. А тут сразу. Давай. Нет. Он задает ему вопросы. Ты уверен, что это правда? Подумал, нет, я не совсем уверен. Я не проверял это. Значит, ты хочешь про моего друга рассказать то, во что сам не веришь. Второе. Наши отношения с другом улучшатся после этого или нет? Да нет. Ты на него будешь по-другому смотреть. В дом к себе пускать не будешь. Итак. Ты хочешь рассказать то, во что не веришь. Не уверен, что это по правде. И теперь наши отношения разрушатся. И вопрос за вопросом подогнал к тому, что тот вообще решил, ничего не надо. Махнул рукой и пошел. Нам нужно вот это делать. Это и изречник до Христа. Написано еще раз считать. Человек коварный сеет раздор. Он все время сеет. Высматривает. Что-то прочитал, где-то услышал. Словом и уши подобрать надо. Написано исследуйте самих себя. Верили вы. Это так трудно. Потому что льготы мы себе даем. А вот это такая причина. А почему ты не постишься? Мы православные. Я просто напоминаю. 69-е апостольское правило. Апостольское. Еще соборов не было. И оно уже говорит о посте. А4-десятницы. Великий пост. Среда и пятница. А что именно можно нельзя? Определенные среды, пятницы. У нас в книге Крестиного православия указ. Нельзя растительное масло. Сами себе даем льготы. Сегодня разрешают рыбу. Почему? Студенты. То есть семинаристы. Прямо готовят будущих смещенников. Ну неужели от рыбы зависит? Тебе не надо рассуждать. Это перед нами прошли миллионы людей, этим жили. И они были на нас мало похожи. Они искали кому помочь. Где бы лишнее слово не сказать. Ибо за всякое праздное слово человек даст ответ в день суда. И уже там никакие заходатые нам не помогут. Наступил страшный Божий суд. И дальше наушник. Сеет раздор. Наушник он где-то что-то услышал, прочитал. Тем более сегодня такие связи. Электроника. И все. А я про тебя прочитал и расстался. В судный день будет. Поставлено это все. Ты хочешь узнать что-то? Сделать? Четыре вопроса поставь. Первый вопрос. Что я ищу решением этого вопроса? Духовного или телесного? Временного или вечного? Это один вопрос. И при том глубоко исследуя его. Решил переехать. Решил жениться. Решил что-то дом продать. Да много вопросов. Люди обращаются. Говорят. Ты сам реши эти вопросы. Такой. Я не уверен. Не уверен. Сиди на месте. Ты уже оброс. На месте. Говорят. И камень обрастает. А дальше. Что об этом говорит Святая Библия? О. Это надо знать ее. Да как я могу знать? Найди тех кто знает. И знает не по-еоретически. Что такое секта? Это узы взгляда на истину. Он вырвал. Не делай изображения. Все. Икону под топор. И в любом вопросе так. Церковь так не решает. Были соборы. Святые отцы. Труды. Смотри. Так. Два вопроса разрешил. Третий. Еще более сложный. Что говорит твоя совесть про это? Ах. Совесть. Один человек считал. Это пережиток иудейский. А то евреи все за совесть схватались. Вот тот здорово сказал. А тот сказал. Адольф Гитлер. К чему он пришел? Вы разберите. Кто это сначала сказал? Совесть. Иоанн Златоуст говорит. Первичный Евангелие. Евангелия не было. Писания не было. Люди жили по совести от Адама. По совести. Который то оправдывает. То осуждает. А бывают люди с сожженной совестью. Ему плюют в глаза. Говорит. Божья роса. На этой поговорке есть. Итак. И четвертый вопрос. Он не менее важный. Не послужит ли это соблазном ближним поим? Сумеешь ли ты их наставить на понимание того, что ты делаешь? Какие вопросы и как решать? Не надо здесь. Я здесь совсем не при чем. Это жизнь показала. Слово Божие говорит Талкуагея 1.6. Сеете много, а собираете мало. Зарабатываете плату для дырявого кошелька. Ну и переводчики. Какой язык простой. Все время в ДНГ нуждаются. Ипотеку берут. Под 40%. Вы в уме или нет? Международный валютный фонд дает только по 20. Говорят, сегодня ипотеку до трех понизят. Только говорят. Это не просто так. Пять лет прошло. Ты должен заплатить не миллион, который взял, а уже два. И которые берут под длительный срок. Да я взял на 20 лет, на 50 лет. Дети в рабстве будут. Оно не уменьшается. Ты для чего брал? Ну мне нужно было дом купить. Нету, не бери. В долг не бери. Должник делается рабом взаимодавца. Рабом. На него не просто так. Кто этим делом занимается, а они ничего не делают. Их посылают узнавать. Он берет вот такие деньги даем. А что у него есть, если не выплатят? Дом, квартиру подписывают. Подпиши. Все, с квартиры домой. Тебя никто не будет спрашивать. Где дети? Это твоя забота, когда ты брал. А сегодня везде плакаты. Быстро оформляют. Там только паспорт и все тебе сделают. Хомут уже на деле. Никогда нигде не бери там, где надо платить проценты. Повторяю. У мусульман. Это не христиане. У них так. Если банкир дает под 2% или 1%, он достоин смерти. Ясное дело, что люди будут идти к ним. Да как если инфляция? Тебе сказали один закон. Или он пускай закрывает свою лавочку. Зачем ты пошел туда? Вот что ты сеешь? Сейчас надо посеять. Пока находишься здесь на этой земле. Первое послание к Коринфянам. 15.42 по 44 стих. Как при воскресении говорит. Сеем плоть, пожнем в духе. Или наоборот. Ты прочитай еще раз. Всего только три места. Сеется гипстление. А получит внедление. С какой целью ты дал? Господь это все учитывает. И апостол Павел посвятил этому четыре стиха. И сеет, сеет и сеет. С какой целью? Второе Коринфянам 9.6. Кто сеет скупо, скупо и пожнет. Кто сеет щедро, щедро и пожнет. Он последним делится. Идет человек и смотрит. Совершенно раздетый. Дождь идет. Он притулился у забора. Что-то обнимает. Кто тебя разделал-то? Почему же ты не обращаешься к власти? Он показал на Евангелие. Оно меня разделало. Это серапион. Как они понимали? Ян Милостив говорит. Сегодня он патриарх. Выходил в монастыре, когда был. Садился и, наверное, Богу не угодил. Всего только 300 человек пришло, накормить которых. А обычно кормили каждый день 3 тысячи. В пенсии не было. 3 тысячи столов. Блюд надо было сготовить. Это пример для нас. Таким был филарет. Что бы ни попросили. Я не зову к этому. Но примеры оставлены. Мы до конца никогда не сделаем так, как делали святые. Галатам 6-7. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Не обманывайтесь. Ну сегодня так. А завтра по-другому. Ты внезапно умрешь. Я уже сколько раз говорил. Некоторые что думают, я не знаю. Я не могу убедить их. Субботу вечером нету в церкви. Притом рядом совсем. И в городе, и здесь одинаково нет. Два-три раза позволил, сатана заблокировал. Сатана запомнить. Он ходит, как рикающий леп, ища кого поглотить. Ты подпитки не имеешь. У нас занятия идут, повторяю. По исследованию Слова Божия. По святым отцам. Четыре раза в неделю. Ни разу. Нигде не участвует. Они думают, что так же успевали, как те, которые ходят. Да ты не знаешь даже. Ты потерял общение. В первую очередь. А общение – это доступ к крови Христа. Если ходим во свете, как Он во свете. Имеем общение друг с другом. Кровь Иисуса Христа ощущает от всякого греха. 1 Иоанна 1,7. Вот когда они просто кровь ощущают. И говорят, а как вот узнать человек, гордый или не гордый. А когда дело доброе делаешь, и тебе не посильно, ты не будешь бояться обратиться к кому-то за помощью. Даже к кому-то не расположен. Я, к примеру, скажу. Вы слышали про Геннадия Фаста? Его крестил отец Александр Пивоваров. Я имел счастье принимать его в доме. Он кандидат богословских наук. Он все знает. Едем от него в храм в Новосибирске. И он знал мою привычку. Я не имел права храмы проповедовать. Я никто. Если ты хочешь проповедовать, чтобы тебя рука положили. Меня рука положила? И в Тихий. Тогда я стал в храме проповедовать. И он говорит, а вот такое место Писания. Что бы ты сказал? Ну, в первую очередь, у меня никакого звания нет. Я к нему обращаюсь. Он показал пример. Едем в троллейбусе. Я ему говорю, как проповедует. Он выходит и перед всем, перед всем народом говорит почти слово в слово. Такой простоты мне больше почти не приходилось встречать. Он не думал о том, что скажу я или что подумаю. Нет. Он видел, пользу для человека. Тебе Господь позволил это иметь? Раздай вовремя. Бог поругаем не бывает. А впереди слово. Не обманывайтесь. Точка. Я не сегодня не скажу. А пример какой ты даешь? Не является ли это соблазном? Вы знаете, за что люди есть белые, а есть черные. И они рабы рабов. А потому что Ханаан, Хам, спасся на ковщеге, а сын у него Ханаан. Епископ Виссарион толкует так, что он первый сынишка Ханаан увидел, что Ной лежит раздетый. И он пришел отцу и сказал, дед-то упился. Лежит, валяется. Вместо того, чтобы поставить на место и сына, насмехались. Конечно, и с Нахатом, кто бы там были, все слышали. А два сына поступили по-другому. Ной, когда протрезвился, встал и сказал, проклят Ханаан, раб рабом будет. Это прошло не два, не три, а уже пять тысяч лет, с лишним лет. И они не могут выйти из этого рабства. У Бога слово, если сказано, оно обязательно исполнится. Поэтому он не одел его отца. А ты в храм не пришел, ты хуже хама. Церковь одевается листьями. Листья это люди. Поколение приходит и уходит, так листья надели. Премудрости разговаривают. Листики мы. Ты не пришел другой, не пришел церковь голой. Пустой храм. Ты хуже хама. Не я говорю. Златоуст. Я знаю, что мои слова пустое для этих людей. А почему? Страха Божия нет. Не разносите клеветы. Займитесь своей душою. В священном писании читаем третья книга Ездоров 8.41. Земледелец сеет много. Много. И перечисляется, что именно там, пшеница у него есть. А дальше пример дает, что не все всходит. Не все соберет в жительницу. И ответ так. В веки семь. Поступающие иночие. Не все спасутся. Не все спасутся. Это сегодня еще можно думать. Да без тебя я не знаю ходить, не ходить. Читать, не читать, заниматься. Там этого не будет. Человек в ужасе посмотрит. Это твой путь, твой. Дорожка. Среды шли старого человека в храм. Почему твой след туда не прошел? Почему ты открывал уста на злословие? Чего ты не знаешь, так ли это было? Осия, 8 глава, 7 стих. Говорит, так как вы сеяли ветер, то пожнете бурю. Чужие проглотят то, что он собрал и превратил в муку. Я не знаю, как люди могли терпеть этих пророков. И Господь сказал, гнали пророков прежде вас, и вас будут гнать. Слово пророческое предупреждает. Как бы ты не занят был, найди время. Из дома хотя бы один, чтобы в храме был. Из дома. По-другому нельзя. Бывает иногда такое положение. Напоминаю об одном событии. Судьи воевали. Был дан клич, все прийти на фронт. Вот сейчас не пришел человек на призывной пункт. Войну было. Мы с ним поступали как с предателем. И здесь победа одержана. Защихлили знамена. Пушки. Все. А кого тут не было? Не было таких-то. Как? А не слышали? Да. И не было, не было. И ангел сразу же явился и говорит, прокляните, прокляните, мироз. Он не пришел на помощь Господу с храбрыми. Православие сегодня в опасном состоянии. Сектантство буквально семимильными шагами вперед идет. Православия все меньше и меньше. А почему? Живой проповеди нет. Ты не пришел на помощь Господу с храбрыми. Почему ни разу, нигде не позвал на благовестие? Почему детей к этому не приучили? А кому идти? Ты реши сам. Задай четыре вопроса. Я тебе говорил уже. И сеющий. В жизни вечную. Он, конечно, это получит. А сеющий плоть пожнет и от плоти. Щедро. Это означает, не соразмеряясь даже со своим положением. А почему? Тебе Бог даст. Вот у индийцев есть такое слово карма. Вот что-то сделал. И тут же сразу ему наказание. Он даже не думал, не ждал. Наказание, как будто сверху упало. Так вот, карма бывает божественная. Однажды человек делает добро. Он еще не успел домой вернуться, а у него уже все Бог возместил. Ни раньше, ни позже. Я свидетельствую вам. Это так. Итак, вышел сеятель сеять. На камень, то есть, первая дорога. Человек слушает. Там утоптано все. Можно сослаться на кого-то. Птицы, то есть, демоны налетят. Все похитят. Не слышал. Вышел, отряхнулся и пошел. Сеющий плоть. Вы думаете, как? Много, чтобы сесть в плоть? Напоминаю, я давно и просчитал. Почти 65% в Америке, да у нас недалеко, излишний вес. Это все болячки. Они здоровые люди, эти не бывают. И когда... Ну ты, а сколько у меня? Ну, рост твой какой? Метр восемьдесят. Метр восемьдесят. Сто пять отними. Остается 75. Вот в эти килограммы войди, выше этой шкалы не поднимайся. И болячки все отойдут. Я видел фотографию, один стоит. Семьдесят пять. Сто семьдесят пять килограмм. Вот такой вот. И дальше показывает. Он занялся собой. Артист его не принимает, где работает. И он сто с лишним килограмм сбросил. И стоит, и брюхами еще второй раз так обернулся вокруг себя. Сеющий плоть. От плоти пожнет тление. Ну, займись хотя бы этим. Вы думаете, что те подвижники, которые павел, шли, они лишний вес на себе имели? Я знаю, это неприятно слышать. Но будет день, когда ты поймешь, почему тебе не говорили. Почему ты ни разу не попросил? Избавьте меня. Удалите мясное совершенно из дому. Уже хорошо будет. Если не работаешь пять раз, говорит, не пропотел в день, лишнее надо ставить. Скинь эти 20 килограммов на животе и на спине. И у тебя уже болячки отошли. Придумали кремлевская диета. Показан человек, какие и глоукомы, и артери. Еще только нет. И дальше стоит нормально, ничего нигде нет. Сеющий в дух. Это просто для тела человек делает, а для души. И склониться-то не можем как следует. Господь предупредил нас, что если на камне веры глубокая нету, все засохнет. На время человек пришел, вспыхнул и погас. И третье, это сорняк. Заботы житейские. А заботы можно так сделать. Я знал близко человека, очень близко. Его родственники у нас, сыновья и внуки живут. Имея 10 детей, он везде первый выходил, где кто нуждается. Я свидетельствую перед Богом, что это так. И всегда собирал себе. И издалека приезжали люди, чтобы послушать. Слово его. Как он разумел его. Какая у него была ревность. Ты желаешь больше узнать? Приди ко мне, я расскажу. У меня его голос записан. Как он заботился обо всем. О спасении души. Самое главное. Мне Господь, я вчера просил, сказать слово. И ночью об этом помолился. И Господь показал известные притчи. Их надо в сегодняшнем дне рассмотреть во свете Библии. Итак, ты скажи себе, я выхожу сегодня сеять. Посоветуйся, как начать с соседних деревень. Что у тебя есть, чего нету. А у меня есть так много литературы, евангелий. Выпущено, написано по благословению патриарха Кирилла. Люди-то везде думают, кто мы такие сектанты. Мурасно это показал. Я жду ответных действий с вашей стороны. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.